Я не думаю, что Республика Молдова должна продолжать евроинтеграцию, но я уверен, что Республика Молдова должна выторговывать свои экономические права с Российской Федерацией и с Таможенным Союзом. И сейчас очень удобный момент. Почему? Потому что Россия хочет иметь лояльного партнера. Не вассала, а лояльного партнера. Они большие, мы маленькие, но это лояльный партнер, предсказуемый партнер. Потому что я говорил с профессором Дугином, с другими моими знакомыми, хорошими из Москвы, из интеллектуально-академической среды. Я говорю, ребят, ну посмотрите, ситуация у них проста. Вы огромная страна, огромный рынок, мы маленькая страна. Но мы не хотим быть предаточной экономикой Российской Федерации, чтобы работать еще тысячу лет на ваших стройках. Мы очень благодарны, конечно, но мы хотели, чтобы у нас была более-менее самодостаточная экономика. Юрий, что вы имеете в виду? Я имею в виду режим асимметричной торговли. Не единый экономический пространство или единый рынок, а асимметричную торговлю. Почему? Такая малюсенькая страна, как Молдова, со всем, что она производит сейчас или через 20 лет будет производить, это даже маленький подмосковный рынок может купить. Покупая способность, то есть мы вам возим все, а вы нам, что нам нужно. Энерго рисует, что взамен партнерские, честные, долгосрочные отношения. И все, больше ничего не надо. Нам нужно поднять экономику и быть предсказуемыми в местах.